Собственно, начнем с самого начала. Персональные данные, очень заметно, что все к этому относятся как-то вот, ну ха-ха. Ну что-то там, ну фамилия, имя, отчество, ну что там, ну дата, паспорт и так далее. То есть на самом деле все немножко гораздо серьезнее, потому что живые люди сидят за поставленные сердечки под картинками. И соответственно все, как вот здесь, присутствующие, работающие с персональными данными. Собственно говоря, до прошлого года кому-нибудь скажи, что человек присядет за лайк, ну это просто было смешно. Соответственно, шутки кончились, все ходим, так сказать, по реально тонкому льду. Дальше, с каким материалом мы работаем? У всех стоит параграф, соответственно, это информационная система персональных данных. Под это дело есть два замечательных приказа, стек 21 и стек номер 17. Там очень много букв, я просто сделал вырезку, что вот, что обязан сотрудник там, неважно, там сетевой инженер, там электроник, там как он там по ставке прописан, то есть что входит в его обязанности, пожалуйста, там лунификация, сертификация, ограничение программной среды, антивирусная защита, обнаружение, предотвращение, вторжение и так далее, и так далее, и так далее. Это только вот основная вырезка, причем я сейчас не говорю там про уровни защиты, там их там 4 и так далее, и так далее, и так далее. Там очень много текста, вот у нас как бы там последний-предпоследний, но все равно это тоже его касается. То есть вот так вот, что вот у нас стоит школьный компьютер, там где-то на нем клиентская часть параграфа, где-то там стоит сервер, и отлично, все хорошо, все работает. Ну, по вот этим документам это не совсем так. То есть вот это в принципе все наши обязанности как таковые по документам в стеках, пожалуйста. Соответственно, дальше вопросом, которым я задался, собственно говоря, ЕМТС это провайдер, в прямом понимании этого слова, как вот у всех дома есть проводочек, из этого проводочка торчит интернет, либо это что-то другое. Поэтому для начала как бы смотрим расшифровку аббревиатуры из много-много-много-много буквы, понимаем, что это вряд ли может называться простым провайдером. Дальше при простом бегом просмотре, и то это учитывая, что это диапазон 172, 16, 12 маски, это не маршрутизируемая сеть. Соответственно, хостов, именно хостов мы не учитываем в сети широковещания, то есть больше миллиона хостов. То есть в принципе у них задействовано только под школу, учебное организование, библиотеки и прочее-прочее, больше миллиона адресов. Уверен, что там и десятая под сеть используется, а студент вторая. Сейчас не об этом. По нормативным документам, ну то, что смог увидеть своими глазами, МТС работает по следующей схеме. То есть он приходит в учебную организацию, нам сейчас школа интересная, и выдает на эту организацию 62 IP-адреса. 63-й на сетку, 64-й на широковещалку, то есть на 62 адреса, с которыми можем работать. То есть не хитрый математический расчет получаем, что 16 912 диапазонов, если они так дальше работают. По кое-каким документам нам удалось поднять, что сейчас у МТС там что-то около 5000 абонентских окончаний. То есть там примерно это все-все там на треть занято. То есть контора более-менее серьезная, то есть это ну простым провайдером это не назвать. Копнув немножко дальше, что я обнаружил? Что контора действительно серьезная, то есть вот это примерно пирамида ее состава. На самой вершине, естественно, это а вдруг война и антитирол, для чего, собственно говоря, весь этот МТС создавался. Потому что в Петербурге достаточно свободных провайдеров и недостатка в оптоволокне нигде нету. И дальше что? То есть опять же все это открытые источники. По оборудованию вся агрегация МТС происходит на цисках 9000 серии. Это очень серьезные машинки, очень высочислительные. И, соответственно, вот в уголочке там немножко видно, структура МТС это два основных очень высокопропускных кольца. То есть это стм от 16 официально заявленный до 64. То есть они на этих цисках вполне могут поднять 10 гигабит абсолютно одним чинском пальцем. То есть говорить, что там МТС это контора со старым оборудованием. Там вот это у нас интернет плохой, потому что не так. У них с оборудованием все очень хорошо, даже лучше, чем у большинства провайдеров, скажем так. Но дальше идет приоритизация. Соответственно, на этих двух кольцах сидят администрации, там ГУВД, РУВД и прочее Санкт-Петербурга. И то же самое пригородов. Между собой они там соединены. Чуть похуже оборудование, но в любом случае, то есть со связью все хорошо. А дальше идет приоритизация. Соответственно, Смольный ГУВД, они все сидят стабильно на двух гигабитах. Дальше телефонея, видеонаблюдение, сигнализация. До черта у них камер, до черта телефонов. Поэтому дальше идет здравоохранение, потому что не хочется поднимать тему персональных данных. Но у здравоохранения в персональных данных есть диагноз. Соответственно, это уже специфические персональные данные. Это выше, чем наши школьные данные. А дальше ЖКХ и, соответственно, наши любимые школы. И все, что ниже ГУВД, все, что ниже администрации, сидит на достаточно скромных канальчиках. То есть это обычный STM-1, 152 мегабит, это, скорее всего, даже простая витуха, либо STM-4. Не очень, так сказать, надежное оптоволокно. Дальше. Разбираемся, собственно говоря, кто отвечает за наши данные, которые лежат у нас в школе. Опять же, открытые документы ЕМТС приказывают о том, что ЕМТС защищает все информацию, которую она обрабатывает, которая приходит до пользователей для нас, как до абонентов, и на своих серверах та же. Но отдельным пунктом прописано, что определить, что ответственность за функционирование оборудования в локальной сети и сохранность информации, размещенной в локальной сети, а школа – это локальная сеть, несмотря на то, что она в интернете ЕМТС находится, это локальная сеть. Несет именно абонент. То есть если что-то где-то ушло из школы, это ушло от нас, а ЕМТС тут ни при чем абсолютно. Зафиксировали. И еще немножко теории. То есть параграф стоит у всех. Вот как раз-таки к вопросу об удаленном доступе к параграфу. В теории параграф это вот так. То есть это серверная часть, клиентская часть. Ни на серверной, ни на клиентской части интернетов быть, по идее, не должно. Доступ к серверной клиентской части очень желательно, чтобы был по ВИЛА. То есть никакого доступа локальной сети и прочих данных там быть не должно. Дальше идет обезличивание персональных данных. То есть у нас сервер и централизованно, куда уходят все данные. Данные обезличиваются, поэтому никаких там фамилиями, отчеств по сети не ползает. Ходит только кодировка. И дальше пару подпунктиков. Это установка, собственно говоря, к чему я все это и веду. Что вот установка, настройка шлюза, допустим. То есть нам пришли, поставили параграф, все отлично, все хорошо. То есть поначалу, как я понимаю, этим вопросом вообще либо не задавались, либо при ADSL давали шлюза. Но сейчас уже, я уверен, ни у кого здесь присутствующих ADSL соединения нет. И в конце концов просто приходили, заводили, ставили циску, давали конец RG45 и пожалуйста, все, втыкайтесь. Ну доступ в интернет, это понятно, что поэтому вообще ни одной бумажки я не смог найти. Никакой абсолютно. Ну то есть вот все должны соблюдать 436 ФЗ, но при этом как его соблюдать, что делать, то есть как хотите, но при проверке, пожалуйста. Ну это отдельная тема, сейчас не будем. Соответственно, как я вижу, все это примерно происходило. То есть господа из МТС сделали что? Они построили интернет, согласен. То есть абсолютно замурованная группа локальных сетей, там по всей документации, там выходы в интернет и шифруются и так далее. То есть отлично, все, защищенные каналы связи, то есть между собой мы общаемся там по защищенному каналу. Ну собственно говоря, о защите непосредственно школы и прочих, ну мы сейчас не разбираем остальных. Должны были подумать остальные. Соответственно, админу у школ, по всякому случаю, когда все это начиналось, то есть это выглядело так. Приходили ребята с МТС, вот тебе 62 айпишника, пожалуйста, хочешь пользоваться, хочешь не пользоваться. Естественно, у человека нет ни времени, ни денег, есть 62 айпишника и немножко компьютеров. Что он делает? Правильно, поднимает одноранговую сеть. Собственно говоря, а зачем еще что-то делать? Потом пришел Алтель, каким-то макаром в это дело вписался и перед всеми параграфовскими серверами поставили такую замечательную, очень страшную, дорогую и внушающую трепет штуковину, которая там мигает что-то там и никого не пускает на сервер. Отлично, все хорошо. То есть теория примерно такая, то есть каждый, естественно, по старой русской традиции думал, что обо всем остальном подумают все остальные. То есть я свою часть выполнил, а дальше трава не расти. Окей. И, собственно говоря, когда я заглянул в эту самую нору под названием ВИНТС, я не могу по естественным причинам привести тут ни одного скриншота, ни в принципе даже, как бы, так сказать, подтвердить, что я вообще что-то там что-либо видел. Потому что вот возвращаясь к нашему любимому 152 ФЗ и вопросу, на каком основании ты все это делал, но ситуация следующая. То есть есть ИНТС, не вопрос, защищенный провайдер, все, большущий интернет, все там, все хорошо. Но это, просто говоря, Лас-Вегас. То есть у нас с одной стороны получаются там те же самые школы в Приморском районе у нас новооткрыты полностью на Линоксе. То есть там ни одной машины с форточкой нету. Все закрыто, все замуровано. Там шлюз даже упоминания о том, что есть. А есть, собственно говоря, вот эти самые товарищи-кролики, которые как построили одноранговую сеть на этих 62-х айпишниках, так оно все и осталось. И теперь вот это даже вот у меня выступление не столько, как бы вот что-то рассказать, это больше даже, чем спросить. То есть у нас получается что? Второго провайдера, понятно, что нельзя, но делают. Да, да. То есть второй провайдер, то есть у нас уже дыры, вот именно что выход с белым айпишником, защищенный интернет, они есть, но это уже аксессии. То есть непонятно сколько их, но их достаточно, и в этом я абсолютно уверен. Соответственно, защита и МТС, они клятвенно божатся, что защищают свои сервера, свое оборудование и так далее. Но школа это не свой сервер для МТС, это просто абонент. Как мы видели выше, все, что происходит у абонента, отвечает абонент. То есть МТС, если у вас что-то сперли, никакой ответственности не несет. Дальше. Соответственно, хорошо, если вы делаете, представим, что мы там большой секретный военный завод. И на каждом этом военном заводе тоже есть своя локальная сеть, тоже есть розетки и так далее. Но вот на большом военном заводе нельзя прийти со своим ноутбуком, воткнуться в розеточку, чтобы там через 2-3 минуты к вам не прибежали ребята с дубинками и начали вам по почкам доказывать, что вы это сделали зря. То есть любая сеть, которая защищена снаружи, она должна быть защищена изнутри, иначе смысла нет. Проработку, прости господи, даже радиуса, который, наверное, меня старше, никто вообще, ни у одного упоминания. То есть все, вот есть, оно снаружи зацементировано, а снутри, ну, наверное, все будет хорошо. Ну, что, информации ноль просто, то есть ни упоминаний, ничего. Дальше, опять же таки, да, то есть вот, Дмитрий, извините, но вот пример Сбербанка, не могу, не спорю, всего год назад, да. Пожалуйста, да, казалось бы, Сбербанк, все круто, все ребята распальцованы, все молодцы. Сколько там машин было бы на краем заряжено? Пожалуйста, то есть любая модификация, вот сейчас попадающая в сети МТС, антивирус, он работает по принципу, да, список, у меня есть список, вот этот файл, это бандит, этот файл хороший. Соответственно, про активность защиты я не уверен, что у многих стоит Касперский. Поэтому попадание простого, даже слегка модифицированного шифровальщика в этот интернет, а при условиях, которые приведены выше, это практически слегко. Это уже всем привет получается полный. И дальше, соответственно, вот главный вопрос всего вот этого выступления, я вот как-то не могу понять, почему у нас сейчас вот на данный момент, на сегодняшнюю минуту, получается, что одни школы находятся вот именно на корпоративном уровне, то есть полностью замурованы, и внутри все хорошо, и снаружи ничего не видно. А у других школы получается, что заходи и бери. Хочешь бэкап, хочешь, там, не знаю, оценки, все, что хочешь. Нет, в том-то дело, что есть. Да, поэтому маленький вопрос у меня, естественно, возникает, что, собственно говоря, с этими товарищами делать, потому что либо мы все-таки как-то, как говорил Михаил, все-таки создаем какую-то дискуссионную площадку и пытаемся все-таки остальных втянуть и помочь страждущим, потому что на самом деле даже вот простое предложение помощи, оно вот кроме вот агрессии, да, что-то типа, что вы себе позволяете, да, и так далее, оно никаких реакций не встречает. Либо все-таки можем их оставить на заклане, когда, например, придут к нам, а я уверен, что в каждую школу рано или поздно кто-нибудь да придет, просто сказать, что, ребята, вот у меня все плохо, но я знаю человека или школу, у которого все гораздо хуже. Вот. Ну, опять же такие. Да, да, да. Этот вариант я тоже учел, то есть, в принципе, можно оставить маленький зоопарк, держать их и на случай, вот, как говорится, чрезвычайной ситуации, дыкать пальцем, вот, ребята, вот там, там, там вкуснее, там лучше. Вот. Ну, понятно, что там комитет человек, там, безопасность и так далее, если это при старте не взлетело, то сейчас это уже совершенно никому не интересно. И дальше вот таких разговоров это все не идет. То есть собрались, поговорили, покивали головами. Да, да, ну, окей. А я смогу добавить еще больше, чтобы они во всех школах есть инженеры, чтобы даже... Ну, к этому мы перейдем, да. Просто, опять же таки, не хватаясь там за всякие умные термины и так далее, просто основные две ситуации. То есть первое, да, что у нас приходит конец ЕМТСа, человек берет свитч-мыльницу, втыкает этот конец ЕМТСа, берет свои 62 айпишника и довольный, радостный все, создал сетку. Потому что ЕМТС ему сказал, что у меня защищен интернет. Все. То есть со всех сторон все чисто, гладенько. Это, конечно, караул, но это вот постфактум, как говорится. Есть вторая ситуация. Кто-то пришел, кто-то взял какую-то железку, даже что-то там настроил, какой-нибудь там IP-табл и так далее, отлично. Поставил ее, но при этом забыл, что есть несколько цепочек хождения трафика, и основная цепочка, которая вас интересует, это трафик входящий, то бишь input. Либо по незнанию, либо по еще почему, но эта цепочка не отрабатывается, соответственно, открыто. Происходит следующее. У вас стоит сервер параграфа. За ним стоит машинка-алтеля, которая отрубает все, 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 все. Но, к сожалению, она пропускает 80-й порт. Собственно говоря, веб-интерфейс вашего параграфа. И вот при отсутствии контроля за входящим трафиком, ваш параграф доступен для всей сети и МТС. То есть на ваш параграф, если у вас не закрыт трафик снаружи, любой, кто находится в сети, может зайти и, собственно говоря, делать все, что ему хочется. Поэтому сразу единственный совет, что если у вас стоит под сомнением надежность вашего шлюза, то хотя бы поменяйте дефолт и пароль на параграфе. Хотя бы. Потому что вот это элементарное правило, к сожалению, как я вижу, не соблюдается вообще. То есть мы пришли, поставили и забыли. Там про принтера и прочую канитель я молчу. Хотя бы с этого. И, соответственно, второе, что спасение утопающих, это дело рук самих утопающих. Никто не придет и никто не поможет. То есть если мы, например, знаем, какую-нибудь... Потому что школы разные. Есть школы богатые, есть школы обыкновенные. Поэтому если там хорошая школа с грантами и с прочим, там себе позволит одного, двух, трех, пять инженеров, это понятно, легко, любой квалификации, то обыкновенная школа себе и там приходящего папу не всегда может позволить. Поэтому любая железячка, любой там компьютер, на котором там... Тем более, что похоже, что пришествие Линукса во все школы будет уже неостановимо. Но простые правила, что закрыть весь входящий трафик, намертво закрыть, разрешить трафик соединений, которые устанавливаются и связываются с устанавливаемыми, но изнутри. И обработка инвалидов, это уже, соответственно, по желанию. То есть не суть. Вот это простое правило, что никого не пускать. Оно, к сожалению, скажем так, очень часто, по моим наблюдениям, не выполняется вообще. То есть проходной двор, заходи и делай, что хочешь. Собственно говоря, на этом как бы затягивать не буду. Но основная мысль выступления в чем? Что как-то надо все-таки собираться, как-то людям говорить, что... Нельзя спрашивать, что сказать, что вот у тебя все хорошо. Естественно, ответ будет у меня все хорошо, у меня все замечательно, куда ты лезешь. Вплоть до какой-то анонимной площадки, что типа вот напиши письмо, не представляешь, что вот есть такая школа, там все плохо, придите, помогите. Просто протянуть людям какую-то руку помощи. Потому что на самом деле это реальный кошмар. И оно вот так вот лежит. Соответственно, и пока всех все устраивает на игру. Как со Сбербанка. То есть пока не грохнуло уже, потом уже все засуетились. Но было немножко поздно. Поэтому вот такая ситуация с нашими любимыми школами. Ситуация непростая. Я человек новый, в этой компании, поэтому просто констатирую факты. Ну да, я работал в нескольких достаточно больших конторах, а в школу я попал, ну скажем так, по стечению обстоятельств. Я говорю, это все висит, но по закону всемирного тяготения оно рано или поздно рухнет. Все, мы мечтаем, что-то рухнет. Потому что за собой удачить всех до комитета икиса до комитета и 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 до комитета. Так иначе, к сожалению, как показывает практика, утаскивает, может быть, многих, но попадает в пену. Ну, смотрите, как надо, ну надо. Вот пришел Алтель, да, сказал, что надо закрыть сервер параграфа. Закрыли. Но логики-то ноль. Школы поднимали, ребят, тот же самый, ну опять же, они не могут делать все так, как хотят. Та же самая 17-21 приказ. Все с ними хорошо. Ровно тех пор, пока ответственность не начинает валиться на одну школу. Потому что кроме школы есть еще владелец самой базы данных, коей школой не является. И так как школа не является, я не знаю, структура, она не может выстроить систему защиты только на основе того, что она оператор. Никак. Нужен владелец. Плюс кем-тест представляет каналы, плюс кис какого-то перепугу ставит свое оборудование. Что делается, на каком основании, никто не знает. Можно долго выстраивать шлюз. Да, но я не так высоко. Я просто предлагаю закрывать дверь на ключ просто. Для начала просто. А вот я страничка, дверь на ключ, когда говорят, что на первых параграфах не антивирус. Ну, например, вам на чём стоили. А можно еще реплик? С другой стороны. Уважаемые коллеги. Можно вот я реплику совсем на другую пирать. Про клиентские машины. Я, в отличие от большинства, видимо, особенно мужчин, я не технология. У меня гуманитарное вообще образование. Я учитель пришел еще на информатику. Причем я весом закончила, но даже информатики не было. Так вот, мы не можем закрыть на них машинах, если ты ее на интернет, тогда полетят твои голосы. И все остальное, что связано с образованием и методикой. И педтехнологиями. А по два компьютера в кабинет ни одна школа не потянет. Нет, ну там разговор немножко не об этом. Да, сейчас я говорю, я сейчас не хватаю частных случаев. Я исхожу из общего, что вот так оно не делается совершенно. А у нас всегда шишки будет место проходить? Опять же, это все зависит от именно вот этого поставленного вопроса именно в компетенции всех собравшихся здесь. Это не нужен ни ЦИС, это не нужен никто. Это просто нужно. Да и директор, в принципе, не особо нужен. Тут я соглашусь с Денисом, могу сказать следующее. На самом деле, вот мы с вами находимся в уникальном таком положении, к большому счету. Дело в том, что любого системного администратора или там заместителя по информационным технологиям директор слушает. В отличие, может быть, даже от директора по учебной части. Потому что в отношении учебной части у директора всегда есть что возразить. А в отношении информационных технологий я не видел еще ни одного директора, у которого есть что возразить мне. Хорошо, здесь есть одно и возражения, но у меня нет, но у меня жизнь. Поэтому из этих соображений ключик на дверь повесить я могу. То, о чем говорит Денис. Так вот, к чему я клоню? Я клоню к тому, что на самом деле вот если поставленный вопрос, а он серьезный действительно, и серьезный в том числе для директоров школы. Потому что в конечном счете им прилетит первым. Если этот вопрос, решение этого вопроса, по крайней мере, мы сможем какое-то стандартизированное предложить хотя бы на уровне района. Хотя бы на уровне каких-то простых трех процедур, описанных каким-то простым совершенно протоколом, который может выполнить в том числе человек с гуманитарным образованием. Не зная там всех подробностей технических. То, по крайней мере, мы вот эту первичную проблему снимем. Но для этого, естественно, я благодарен на самом деле Денису Николаевичу за то, что этот вопрос на самом деле поднимает. Потому что мы, как специалисты, которые в это уже бились и бились и бились, мы уже плюнули биться. А он, как человек новый, еще раз акцентирует на нем внимание и дает повод на самом деле, может действительно, пользуясь нашей площадкой, какое-то некое стандартизированное решение или рекомендацию предложить хотя бы в уровень района. Дальше уже можно транслировать в уровень города и так далее. И понятно, что в этом случае, естественно, тот же самый ЕМТС, тот же самый комитет информатизации, которые на самом деле, ну они не уж такие уж совсем невнимательные ребята, я думаю, что они прислушиваются к мнению ровно так же, как ко мнению нас, прислушивается директ. Поэтому я думаю, что это как раз наша площадка позволяет это сделать. Еще вопросы. Давайте вот последние два вопроса. Я уже так распределю книжки, мне пару слов. Так, еще раз. Ну, смотрите, у меня в лицее сейчас достаточно тяжелое наследие царского режима, поэтому я вот все разгребаю все вот это. У меня еще вот отдельно еще доступы в интернеты для детей, да, там, ну это очень большая тема, я даже не хочу с ее касаться. Схему я готов представить, но не хочу выдавать полуфабрикат, скажем так. Акцент, что скину, а что-то акцент. Акцент, я сказал, что давайте научимся закрывать двери. Потом, когда мы научимся закрывать двери, мы пойдем дальше, уже, соответственно, перейдем в следующую комнату, но начнем с входной. То есть вот закрыли входную дверь, и дальше уже начинаем заниматься уже обустройством. Ну вот с открытой Настей входной дверью я некомфортно себя чувствую, потому что это опасность как для тех, кто ее не запирает, и для нас, потому что, говорю, любая зараза, прилетевшая вот на эту одноранговую сеть, она рано или поздно прилетит к нам. Поэтому. Еще? Предложение. Давайте. Письмо отправить во все школы с пошаговым руководством. И сразу начинается, куда вы лезете, кто вам позволил, на каком основании. Здесь просто нужно сделать грамотную, взвешенную, просто документ, который будет исполним, и который будет понятен. И не понятен. Да, и будет понятен администрация. А не только специалист. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...